Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна. И сегодня мы говорим о такую тему, как кофе. Его полезное и не очень полезное свойство, а также как избавиться от чрезмерного потребления данного напитка. Начнем наше видео с перечисления однозначно полезных свойств кофе. Первое и самое важное то, что кофе напрямую воздействует на процессы желчеотделения в нашем организме. А как мы знаем, желчь является самым естественным слабительным веществом в нашем организме. Поэтому, когда мы грамотно потребляем кофе, например, делаем это после 45 минут от приема завтрака, то мы можем с уверенностью наблюдать слабительный эффект данного напитка на наш организм. Второе положительное действие кофе на наш организм это повышение работоспособности. В частности, кофеин, вещество, которое содержится в кофе, по которому мы знаем этот напиток, он является легким психостимулятором, который активизирует действия нашей нервной системы. Таким образом мы концентрируемся и у нас повышается работоспособность. Третье положительное действие кофе на наш организм это его антиоксидантный эффект. Как мы знаем, антиоксиданты являются крайне полезными и важными компонентами для оздоровления нашего организма. И по антиоксидантной активности кофе стоит рядом с такими фруктами, как, например, апельсины, лимоны, яблоки и различные ягоды. Четвертое положительное действие кофе, которое до сих пор еще исследуется различными учеными по всему миру, это его противовоспалительное действие, укрепление кровеносных стенок сосудов и также снижение уровня сахара в крови. Но необходимо помнить, что кофе оказывает положительное действие на наш организм при грамотном дозированном его использовании. А именно речь идет о 2-3 стаканах кофе, которые содержат молоко, например, латы или капучино в день, и о одной-двух чашках крепко заваренного кофе, например, эспрессо или американо. Однако зачастую с нашим ритмом жизни мы не даем себе отчета о количестве кофе, который мы выпиваем на протяжении всего дня. И, к сожалению, зачастую наблюдаем такую картину, когда количество потребляемого кофе доходит к концу дня до 6-7 чашек. Таким образом мы попадаем в зависимость от кофе и однозначно наносим негативное воздействие своему организму. Поэтому в продолжение данного видео я хотела бы вам озвучить основные негативные влияния кофе на наш организм. Первое и самое очевидное негативное влияние – это то, что кофе напрямую воздействует на наши надпочечники. Как известно, надпочечники являются теми структурами, которые вырабатывают гормоны стресса – адреналин и кортизол. Иными словами, чрезмерное употребление кофе ведет к постоянному накоплению данных гормонов в нашем организме и постепенно у нас начинает появляться такое состояние какой-то постоянной тревожности, какого-то постоянного желания куда-то идти, бежать, ехать, что-то делать, не отдавая себе полноценного отчета, с чем же это связано. Второе немаловажное негативное влияние кофе на наш организм – это то, что оно, к сожалению, вымывает ряд водорастворимых витаминов, также значительное количество макро- и микроэлементов вымывается при помощи кофе из нашего организма. А все за счет того, что кофе имеет, помимо, как я уже сказала, слабительного воздействия, также оно имеет и мочегонные действия. Третье негативное влияние кофе на наш организм развивается при наступлении зависимости от данного напитка. В частности, наш организм выделяет определенные вещества, которые регулируют нормальное функционирование нашей нервной системы. И когда мы чрезмерно употребляем кофе, мы постепенно блокируем выработку тех необходимых природных естественных компонентов и заменяем их на кофе. Например, когда мы хотим спать, мы начинаем пить кофе. После принятой дозы кофе наш организм временно повышает работоспособность, но по мере того, как действие кофеина заканчивается, и работоспособность также заканчивается. И есть два варианта. Или мы снова пьем кофе, или мы спим. В частности, такое действие кофе было замечено среди водителей-дальнобойщиков, особенно к концу их рабочего дня. Западные ученые показали, что после того, как водитель отъехал от кафе, проходит в среднем 30-40 минут. Иными словами, те вещества, которые блокировали наступление сна, они все равно в организме водителя накапливались. И после того, как действие кофе заканчивалось, эти вещества уже в большей дозировке выделялись в кровь, и у водителя стремительно снижалась активность, и он засыпал. Пятое негативное действие кофе, это его воздействие на желудочно-кишечный тракт, на желудочные ферменты. В частности, когда мы просыпаемся, начинаем пить кофе натощак, таким образом мы снижаем концентрацию желудочного сока или соляной кислоты. Впоследствии, из-за низкой концентрации соляной кислоты, та пища, которая поступает в наш организм, не может быть полноценно переварена. Наш организм недополучает элементы питания, и впоследствии это приводит к снижению тех питательных компонентов, которые всасываются в нашу кровь и используются для нашего энергичного дня. Что же делать, если у вас все-таки развилась кофейная зависимость? Расскажу на своем примере. Первое, с чего можно начать, это подобрать те напитки, которые будут являться альтернативными. Например, зеленый чай. Как известно, он также содержит определенную дозу кофеина и оказывает бодрящие действия на наш организм. Второй способ, который, возможно, поможет вам, как и мне, снизить потребление кофе, это приобрести для себя какой-то приятный стакан, кружку, которую вы будете носить с собой вместе с зеленым чаем. И когда, например, вы попадете в такую среду, где не будет выбора между кофе и не кофе, то вы достанете свой стакан, достанете свой чай и будете с наслаждением пить именно чай, а не кофейный напиток. Третье, это контролировать потребление кофе, постоянно сокращая его количество. Например, вы даете себе установку, что на этой неделе вы можете себе позволить ежедневно употреблять не более 4 чашек кофе в день. На следующей неделе 3 чашки. И таким образом постепенно сократить кофе или вовсе от него отказаться. На этом у меня все. Оставайтесь на канале про цветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!